Вроде этого дефиле грузовиков и перекрыли юбилейный мост. Груженные песком 25-тонные КАМАЗы переезжают с места на место, а специалисты снимают показания приборов, заранее расставленных в определенных точках под мостом, чтобы проверить, как он деформируется под нагрузкой. Это не испытание на прочность. Масса небольшая. На самом деле 100 тонн для юбилейного моста это совсем немного. Мост выстоит, даже если его полностью заставить 30-тонными грузовиками. Естественно, что даже в часы пик нагрузка и близко не приближается к таким значениям. Испытания покажут техническое состояние объекта, построенного полвека назад. Серьезных опасений у инженеров подрядной организации нет. Однако наметанный глаз специалиста сразу подмечает – мост без ремонта. Об этом недвусмысленно говорят потеки под сооружением. Бетон – это такой материал, который может разрушаться, если есть некие протечки. Под мостом есть потеки. Следовательно, гидроизоляция уже не совсем та, которая должна быть, и которая абсолютно бы обеспечивала не протекание никакой влаги туда, внутрь конструкции моста. На обработку показаний приборов у специалистов уйдет от недели до 10 дней, после чего результаты исследований передадут заказчику – департаменту строительства мэрии Омска. И уже через месяц-полтора станет известно, какой именно ремонт потребуется мосту, и какие детали необходимо будет заменить. Капитальный ремонт юбилейного запланирован на следующий год. Денис Жарков, Дмитрий Хромцов, 12 канал.